Солнышко как? Тогда может вот так стать? Ну сейчас, не, на фоне клуба обычно. Да, наоборот, на солнце же надо. Не-не, вот прямо как вот на фоне клуба вот так вот нормально. Виктор Николаевич, ты давай руководи, Свет создавать всё. Самый маленький вперёд, повыше, чуть-чуть по... Маленький вперёд, так, чтобы поросы было, чтобы не закрывали, тут видно, попали на фоне клуба. Вот. Настенька, подходите сюда. Поближе подойдите, давай, чтобы у вас светло было. Козырьки сразу. Сюда ближе подходите все. Общий снимок. Вот, давай. Проходите сюда, сейчас сфотографируемся так же. Да, ничего страшного, у нас есть, у нас есть. Давай, у нас есть. Увидимся. Чтобы лица все были... Давай, 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 давай. Так, нас поставят? Да. Посмотрите, что нужно сделать. Я скажу сейчас, чтобы... Да и скажи внимание, чтобы не моргали глазами. Девочки и женщины не попали в штанах. Этот снимок у нас может быть в книге или в интернете. Так, не жабрайте. Подальше чуть-чуть. Скажи громко, внимание, чтобы не моргали. Так, подожди. Смотри вперед. Вперед. Говори. Ай. Конечно, Василий. Внимание. Все сюда смотрим в объектив. И желательно улыбнуться. Еще раз. С другой позиции. Подальше чуть-чуть. Внимание. Хорошо. Хорошо. Так, минутку. Вектор Николаевич хотел исполнить эту песню. Кто помогает ему? Давайте еще раз. Еще раз. Встаньте, встаньте. Встаньте, встаньте. Так, не моргаем. Снимаешь, чтобы мы не видели нигде. Ангелы в небе Ангелы в небе Господа славят Славу достойную Богу поют, Богу поют Вечная слава Вечная слава Вечная слава Слава Христу Вечная слава Вечная слава Вечная слава Слава Христу Хочется с Ангельским Венеем слиться В горе искупленных Спасенных быть Спасенных быть И сердце Господу Богу единому Христу спасителю Все подарить Вечная слава Вечная слава Вечная слава Слава Христу Слава Христу Чудный, прославленный, царственный Божий Сын, в небе Христос Господь, в небе нас ждет, в небе нас ждет. В сердце Господу, Богу единому, Христу Спасителю, Славу поет, славу поет, вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу, слава Христу. Может быть про Лагерстан у нас есть? У нас на костре Виктор Николаевич положил костопей. Давайте Лагерстан. Послушайте, Лагерстан у нас на водной кушке. Нет, ну тогда пару куплетов хотя бы, давайте, что помните. Лагерстан, Степин, а на водной кушке, Благодаря газетам и фильмам известен во всем мире, Что можно придумать шикарней и круче. Имение строения все шире и шире, Внешне он в беде, но Бог не казит. Обжарван дождями, прогрызен мышами, Отчего же боится его коммунист? Сравните дворцы с нашими шалашами, Лагерстан, Степин, а на водной кушке, Что может быть круче? Келье они обзывают курятниками, Детишек, мол, здесь всех заборили по столу. За лето пятнадцать комиссий они нас прякнули, И все это науки за гроб, а потом Над вышкою высокою высится крест. В ротовках воздушно, обществе в небесах, При полной церкви 70 мест. Девчонки в платочках, а хлопчики при поясах, Лагерстан, Степин, а на водной куче, Что может быть круче? ПЕСНЯ В утрам подъем от пяти до шести, Соно колодца едва растресут, На щитящей гимнастике подевают караси, За вчерашние правильности, добросы и суд, Расправа потаенная сеткой крапивой, Кто-то смеется, а кто-то и слезу прольет, От молений Евангелия колоколаски религий, Бывают артисты болеют везде напролет, Лагерстан, Степин, На навозной куче, Что может быть круче? Молодцы, 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 Давайте еще один, еще один, Ну костровый немножко, на костре, На костре, который поцаралаген, На костре, каждый пятницу костер. Каждый раз, когда костер горит у нас, И из ямы дым столбом опять клубится, Мы споем, как ваш спаситель мир насказь, Наша радость отражается на лицах, В отдаленном этом месте хорошо, Воздух чистый оглашает пенье птиц, Наш костер горит, как суками горшок, Звезды искрами рассыпались вниз, В углы наш веклам в боях давно ночи, Заблудившимся и всех, кто ищет Бога, Здесь услышишь о спасителе, По-новому начни путь небесный, А нам тебе помогут, В отдаленном этом месте хорошо, Воздух чистый оглашает пенье птиц, Наш костер горит, как суками горшок, Звезды искрами рассыпались вниз, Все таинственно пугает темнота, Образ смысловещей вечной пляшут тени, Жизнь без Бога и не жизнь, а маэта, Суд и день при дне приклонят все колени, Если хочешь быть спасенным, то спеши, Это сделать и не завтра, а сегодня, Все содействует душа твоя в тиши, И не жди, что будет лучшая погода, В отдаленном этом месте хорошо, Воздух чистый оглашает пенье птиц, Наш костер горит, как суками горшок, Звезды искрами рассыпались вниз, Если хочешь быть спасенным, Облака прольют слезу на твой костер, В лунный свежий разградят волосы морщины, Теплый ветер вызывает на простор, В церковь Божию корабль среди пучины, В отдаленном этом месте хорошо, Воздух чистый оглашает пенье птиц, Наш костер горит, как суками горшок, Звезды искрами рассыпались вниз, Все, прощаемся, вы же, Прощайте, спасибо вам, Благодаря вам, что вы были в помощи, Святого апостола Павла Коринфянам, 1.11 При содействии вашей молитвы за нас, Дабы задарованное нам по ходатайству многих, Многие вас благодарили за нас. Апостол Павел, обращаясь ко всей церкви, Просит, чтобы молились за Него. Человек, который говорит, Не я живу, но живет во мне Христу. Пошел. Не получилось. Вот тут хорошая запись идет. Запись получилась. Смотри, у меня, у нас ходит, Не понятно. Давай. И много молиться за казных, О здравии и его покаяния. А апостол Павел постоянно просит о том, Чтобы его благовестие было успешным. Ну и сравните теперь тысячи заказных молитв, Тысячи заупокоенных, Да умножить на две тысячи лет, Это речь идет о сотнях миллионах молитв, Заказных записок. И они не перетягнут того, Что говорит апостол Павел. Он говорит, все это для пользы ближнего, Для спасения души. Когда Христос выходит на свое поприще, Он сразу же говорит о сеятеле. Вышел сеятель сеять. И мы должны поставить вопрос, Я с ним встретился или нет? Семя – Слово Божие. Сеятель – Сын Божий. Везде Божие – Божие. Не то, что скажет кто-то, Несоответственный священному писанию. Какая категория моей земли? А можно было не в терния попасть? Семя – это сеять надо на хорошую землю. Мы можем к сеятелю претензии предъявить. А это сердца людей. А гречек пасти просто. Она больная, поймал ее, опрокинул, Осмотрел рану, залил. А Ян Златоуз говорит. А человек – овца, больная, заразная. Его ловишь, он убегает. Ему начинаешь давать лекарства, он бодается. У него воля своя. И поэтому сердце человеческое, Уподобленное камню, термовнику. И туда падает семя в уши. Мы сегодня едем на благовестие В бывший районный центр Шарщина. Большое село. Мы едем на четырех машинах. Полная машина. Детский хор. Дети с нами ходят в каждый двор. Насколько это будет удачно, зависит только от Бога, Сеющей, поливающей ничто. И нам нужна ваша молитва. Вот это послание, я его приватизирую. Это я написал. И написал вам. Теперь слушайте внимательно. К вам письмо от меня. При содействии вашей молитвы за нас. Да вы задаровано нам по ходатайству многих. Многие возблагодарили за нас. Многие. Те, которые получат Евангелие от нас. Те, которые уверуют. Вчера брат сделал пригласительные в местную библиотеку, где будут наши книги. Им книги подарят. И это надо было приклеить на каждое Евангелие. В полдвенадцатого только закончили эту работу. Пятьсот приглашений. Мы этого еще не делали. Мы каждый раз что-то вносим новое. У нас никакого опыта нет. Мы начали с нуля. С маленьких лесков, на которых написано было о крещении правильном. Потом поехали на мотоцикле вдвоем. Потом машина стала ходить. Вы знаете, все лето на двух. Сегодня мы ели на четырех или на пяти машинах. Слово многое тоже к нам относится. В каждый двор мы должны зайти. Должи достучаться, чтобы хозяин вышел. Чтобы нас собаки не покусали. Здесь в каждом дворе по-дескому собак. А дома ли хозяева? Мы вначале уходили, нет никого и все. Теперь почтовые ящики или где-то закладываем Евангелие от Иоанна. С приглашением в библиотеку и все книги. И на все про все из дома в дом пройти у нас только две с половиной минуты. Я уже сегодня посчитал. В каждой машине будет четыреста Евангелий. А кто придет, каждому ищу новый завет. Это уже самая настоящая евангелизация. Но будет ли она удачная, зависит от Духа Святого. Вы, остающиеся здесь, дома, в потеряльке, молитесь. Тем более день сегодня послый. Веселиться не надо. Телевизоры, чтобы все были выключены. Это постный день, воздвиженный честного, уже творящего Христа Господним. Этот день очень необычный день. Надуманный. Ничего не случилось в этот день. И можно сказать, несоответствующий названию своему. Воздвижения в этот день не было. В этот день было освящение храма. А воздвижение давно прошло уже. Это было при царе Константине. Это все написано в литературе. Но так было принято, считают, что воздвижение... А какое воздвижение? Поверим, что было написано. Патриарх Макарий, обретенный крест Христов, который под сомнением... Даже полпроцента, конечно, это крест Христов был. Через 300 лет-то там все сгнило уже. Ничего не могло не быть. Нет, крест нашли какой-то. Допустим, примем как православное. Дальше начинается испытание. То мертвец воскрес, то кто-то исцелился. Пишут историки по-разному. Ну не надо быть упертым. А я за то, чтобы воскрес. Да и я рад, чтобы все воскресли. Пойти сейчас на кладбище, чтобы все поднялись. И мама моя пришла бы в храме стояла. Но никаких доказательств нет. И Христос-то не заповедовал кресты нам поднимать. И мертвых воскрешать. Этого не было. Златоуст говорит, не верь чудесам. Я в них не нуждаюсь. Это евреи, иудеи. Жены требуют только чудес. А я не на мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Напоперек всем этим предрассудкам, мертвым традициям. Мы проповедуем Христа распятого. С этим мы едем. Восемь взрослых, восемь детей, шестнадцать. А шоферных, четыре машины или пять будут двигаться все время за нами. Нам, людям, нужно подать Евангелие, чтобы приняли. Пригласить. Хорошо работать там, где нет православной церкви. Самое опасное, что мы убедились, где есть священник или люди, которые ездят и еще причащаются. И при том часто. А это совершенно озверелые люди. Никакого Евангелия не надо. Я говорю, да патриарх, да пошел ты со своим патриархом. Боба вольстил, отравил все. Он обещает Царство Небесное взамен полной покорности ему и священному началью. Большей беды не было никогда, ни в языческом мире, нигде, который сегодня в православии. И мы должны взломать это все. Давая Евангелие, благовестие и приглашая на встречу ко Христу. И опять же, я никуда не могу звать, кроме как православную церковь. Будет у нас встреча, там может быть проповедь в клубе. Мы начальника знаем, заведующую клубом. Администрация, библиотекари относятся лучше, тысячу раз лучше, чем священник. Для них, чтобы все заглохло. Им вот поднять крест, пришел, поклонился, то, чего не заповедано. Мы сегодня будем воздвигать крест в сердцах людей. А высоко, а написано, явится на небе знамение Сына Человеческого. И тогда сам Господь придет стать маме ангелов. Мы воздвигнем в сердцах людей по мере возможности открытия Духом Святым, как Бог им откроет сердца. Острашиваться, это речь идет о страшном суде. Воздвижение, это означает крест на небесах. Тысячи крат ярче солнца, Златоус говорит. Вот оно истинное воздвижение. И мы об этом сегодня будем говорить, проповедовать. А вы молитесь об этом. Этот день еще необычен тем, что наша параллельная община, так назовем в Барнауле, крестовоздвиженская. Я никогда не знал, что у нас будет крестовоздвиженская община, что в руки мне попадет Евангелие. И оно попало мне сегодняшний день, 27 января 1962 года, в 17.00. Для меня это день рождения свыше, исполнение Духом Святым, благословение на благовестие. 47 лет назад я вступил на этот путь. И как думаю, прошел этот путь непостыдно. Я в молитве дерзновенно говорю, Господи, Владыка мой, ты не ошибся, что выбор твой пал на меня. Ты нашел подготовленную почву. Меня никто не убеждал. Мне дали только Евангелие. И я уже через 5 минут полностью поверил всему. Первая моя молитва была своими словами в этот день воздвижения. Вот почему мы должны этот день чтить. Не потому, что усыновила Елена, разыскала крест какой-то, а потому, что это день благовестия о Христе. Крест воздвижения. Рассказать о Голгофе, о страданиях Христа, о Его смерти за грешников, о Его безмерной любви, о скором пришествии, о явлении Христа на небе. Это все сегодня. А теперь вы послали это лично каждый. Сегодня почтовые ящики получили не от меня, а от апостола Павла. Слушайте еще раз. При содействии и вашей молитве, то есть вы содействуете, помогаете за нас, дабы задарованное нам по вашей молитве от Бога, по ходатайству многих, вас немного, но допустим, что много, кому-то позвоните, скажете, с кем-то разговаривать будете. Многие вас благодарили за нас, за то, что мы поехали, что согласились люди, в полном послушании, чтобы все были. У нас все обдумано, чтобы полное единомыслие было. Мы думаем все это сегодня заснять. Нас уже неоднократно просили об этом. В этот день наступил. И будет оформлено в виде фильма. И будет поставлено в интернете. Речь идет о миллионах людей, перед кем мы воздвигнем крест. Какой особенный день сегодня, вот в этот 2009 год, 27 сентября. Мы на короткое время после богослужения расстанемся. И кто едет, вы с детьми еще и еще расстаньте. Продолжение следует... 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 Подойдите все сюда Так, у нас сегодня необычно Три, четыре, пять машин Даже могла быть шестая Что мы делаем сейчас? Мы едем первые Глушков Вы едете за нами Он где приостанавливается, вы тише Чтобы мы уже знаем, где ухабы Где как ехать Подъезжаем к Шарщино Мы решили с пяти сторон Обжимать к центру От центра у нас не получается, карты нет Центральная улица И околосентральная улица Допустим, с этой стороны кто-то берет И идет до встречи с теми, кто пойдет с той стороны С этой стороны от дороги, центральной Одни отсюда начинают, две машины оставляем Одни оттуда А одни сразу за речку пойдут Там, где наша птицефабрика знакомая Что говорить? Обязательно в руке должен быть жезл Старший Рядом ребенок Ребенка не запускать вперед Ребенок идет сзади, рядом совсем А когда выходить, ребенок первый Сначала зайдете, постучите Если нет собака Если есть хозяева, позовите Лучше разговаривать через ограду Бывает собака позже выскочит Никого нет Зашли Пусто Поэтому берете Евангелие Одни с наклейками Приглашение на них А на других ничего не написано на корочке Почтовый ящик, Евангелие отпускаете Если видите, что человек больной, хромой В библиотеку не пойдет объявление Именно о библиотеке Тогда Человеку даете простое Евангелие без наклейки Если молодой, видно, что в средних лет И может в библиотеку прийти Ему Евангелие с наклейкой Что говорить? Мы из Потеряевки Это рядом с Урывкой Потому что Урывка того района относится Им больше не надо говорить Мамонтовские районы Мы рядом с Урывкой Православные христиане У нас сегодня встреча с жителями Вашего села В доме культуры Или там называют клуб В три часа Приходите В вашей библиотеке будут еще 38 книг Плюс к тому, что Кто придет, получит новый завет целиком Вторую часть Библии До свидания Вот зашли в дом И в следующий дом зашли Две с половиной минуты От силы три Нигде не разговаривать Кто-то будет увлекать Говорить знакомые Наше дело обойти В среднем падает по 200 дворов На каждого За три часа Я уже по минутам посмотрел Ни в один заезд Мы так сжато не шли Село большое Его надо обойти Не пропустить ни одного дома В каждый дом занести Евангелие Вопросы? Кроме Евангелия еще будет? Почему я верю? Ничего не будет здесь Ничего кроме Евангелия Мы едем сюда У нас все кончилось Давайте сразу распределимся Давайте как распределимся? Еще вопрос Можно? Встать около своих машин Вопрос Можно? Быстро Надо ли говорить Что будет концерт Может быть это как-то людей Зачем? Можете сказать Небольшой будет детский концерт Все Добавьте Небольшой Потому что он небольшой Так голову повыше Звоза чтобы не закатывать Так шофера Встаньте около своих машин Остальные все от них отойдите Зачем? Дети Встаньте вот туда в одно место Взрослые Встаньте Дети туда отойдите Шофера к машинам Сейчас будет распределение Взрослые в одно место Кто с кем хотел бы поехать Дети Ваше желание Встаньте около тех Кому с кем вы хотели бы в машине быть Вон ваш папа Ну Ты конечно к нему беги Что я там назначал Это изменится Так Больше двух не становиться Уже вас стало там четверо Отойдите двое Сами Вот так Двое Встаньте Так Встаньте с кем хотел ехать еще Пойдем к нам Ты еще Василиса Беги к папе Так папе Так Вы здесь Так хорошо Распределились Нам не нужно по два ребенка Ты хотела бы туда пойти Никто Кто с Василиса хотел Так подожди Так Одна девочка сюда Подойди Любая Так Вторая осталась туда Все распределились Так взрослые Мне нужно по два человека Так Виктор Николаевич Ты поедешь Подожди Виктор Николаевич поедет с этим С Алексеем Вот двое взрослые Полный комплект Так Келени Кто хотел бы пойти Келени Так Еще кто Желающие Так Кто еще отойдет Келени одного надо Келени Все Ступай Так У нас получилось что Один там взрослый Усилить какой-то команды надо Так 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 вопрос Лишний человек Если у нас появляется Куда его отдать Аню Наши руки Наши руки Наши руки У нас получается Две женщины А не мужчины Как нам ходить Как нам ходить Им мужчина нужен А мы там остановимся И расскажем С какой стороны двигаться Нет Получается как пара Должны две пары быть Ну пусть двое они идут Катенька поедем В зале одна будет Если с Юли Стаси Или с Анфимой Или с Анфимой Нет 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 Да Все Так у тебя все Так маленький где еще кто А вот так Маленького никого нет Все Поворачиваемся Поворачиваемся Поблагодарим Бога И трогаемся Мы первые Сейчас все решим Давайте помолимся Все Играйте вторая Я думаю Я думаю Надо распределить Куда вот наша машина поедет Витя Не нам Тихо Все Внимание Шарчино делится на две части Вот центральная Если мы отсюда поедем через урывку Мы вот центральная улица Она отбивает правую сторону от левой Левая сторона делится на две части Значит Дорога на Тюменцево На птицефабрику Значит С левой стороны два сектора Справа один Вот справа Если есть сектор Его можно поделить на две части То есть Вот Как въезжаем справа Сразу Кто-то из машин Сейчас мы определимся Сразу На правую сторону И все это обходит до До Конторы Колхоза Вышел Колхоза Шарчино Вместо А друголю А друг А друг Для Пошел В erzählt Поехали все Вместо Он Сказал Понял Со От aun С левой стороны откройте окна, чтобы дети в окно смотреть могли. Откройте окна с левой стороны. С левой стороны откройте окна с левой стороны. С левой стороны откройте окна. 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 Моя борьба откройте окна с левой стороны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...